Шалом, дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о праздниках Шмени Ацерит и Симхат Тура. Шмени Ацерит является своего рода завершением праздника Суккот. И, кстати, по той же причине Шавуот называется иногда Ацерит. Он тоже как бы завершает собой праздник Песах. Нам ясно значение слова Ацерит. Оно выражает любовь к Всевышнему и к своему народу. А Медраж добавляет, Всевышний хотел, чтобы у каждого месяца был свой праздник. Праздник месяца Тишрей Шмени Ацерит. За пределами страны Израиля праздник Суккот заключают не один, а два праздничных дня. Это два отдельных праздника Шмени Ацерит и Симхат Тура. В течение семи дней Суккота, находясь в шалаше, то есть в окружающих святах, как мы уже говорили, я получаю исправление. Свята эти приходят ко мне через навес, представляющий собой целый духовный механизм. Вечер за вечером я приветствую гостей Ушпизин, Авраама, Ицхака, Якова, Маши, Арона, Юсефа и Давида, каждый из которых, дорогие друзья, символизирует определенное свойство в человеке. Иными словами, речь идет о силах, которые исправляют свои свойства, обращая их из дурного в добрый. На протяжении всего пути к совершенству я вел внутреннюю работу, исправлял Тору как силу исправления и благодаря этому распознавал зло в себе. Поэтому этого диагноза, так сказать, Тора обращает мое зло в благо, и тогда я оставляюсь или становлюсь подобным Творцу, абсолютному добру. Я проникаю с любовью и отдачей ко всем ближним и через них к нему, ко Всевышнему. Перед Мусафом читают искор, а затем в Мусафе мы впервые начинаем просить у Всевышнего дождь. Сначала в молитве шепотом, а затем, когда Хазан приступает к повторению Амиды, открывают Аронакойдыш, уже вся община вслед за ним молится о дожде. Мы вспоминаем заслуги Авраама, Ицхака, Якова, Моше, Аарона и двенадцати колен Израиля, ради которых мы просим Всевышнего открыть для нас сокровищницу дождя. Вспомни про Отца, который тянулся вслед за тобой, мы говорим, как вода. Это Авраам. Хазан заканчивает молитву о дожде, провозглашая, ибо Ты, Господь, Бог наш, заставляющий дуть ветер и лить дождь. Затем он произносит три благословления. Для благословления, а не для покрытия, для жизни, а не для смерти, для сырости, а не для голода, сытости, а не для голода. А община на каждое из них отвечает Аммэн. После чтения Торы перед Мусафом принято молиться о душах умерших и брать на себя обещание выделить деньги и на Цдаку в память о них. Это делается в Йом-Кипур, Шмине-Ацерет, Последний день Песоха и в Шавуот. Казалось бы, что связывает поминание душ умерших с днем праздника. Однако наша традиция велит нам именно в этот момент душевного подъема обратиться к тому, что вызывает скорбь. «В крови своей живи», — сказал пророк Ехескель. То есть в самый момент кризиса умей находить в своей душе источник оптимизма, свет надежды. Симха Тора. Следующий праздник. Об этом празднике Тора не упоминает, но Галаха предписывает праздновать день окончания чтения Торы. По обычаю, в этот день мы совершаем хаккафот, праздничные кружения вокруг Бимы в синагоге. Как известно, Тора разделена на 54 главы, каждая из которых в субботу прочитывается в синагоге. Так что в течение года прочитывают всю Тору. День окончания чтения Торы 22-го Тишрея в стране Израиля и 23-го Тишрея за ее пределами. Праздник, известный под именем Симха Тора. Веселье Торы. Стоит подчеркнуть, что на самом деле изучение Торы никогда не заканчивается. В тот самый день, когда она завершается, то есть чтение Торы, мы начинаем ее сначала. С сотворением мира и открывается новый годовой цикл ее чтения. Есть такие понятия, как хатан Тора и хатан Герешит. Особая заповедь вызвать в этот день к Торе всех, кто приходит в синагогу. Тем самым мы выполняем слова Торы, Тора, заповеданное нам Маше. Наследие общины Якова. Дворим 33. Мудрецы говорят, читая не Мороша наследие, потому что Тора не переходит по наследству, но достается лишь тем, кто изучает ее, а Меораса, обрученная. Это значит, что каждый еврей должен ухаживать за Торой, так же, как ухаживал бы за девушкой, которую любит, и прилагать все силы для того, чтобы добиться ее взаимности. Поэтому принято тем, кого удостаивает честь и заканчивает цикл чтения Торы, и открывать новый, называть Хатан Тора, жених Торы. И Хатан Берешит, жених сотворения. Не только взрослых в этот день вызывают в Симхуд Тору к чтению Торы, но вызывают и детей. Их накрывают одним талитом, как бы объединяя в одно целое. И после чтения принято говорить им то благословление, которым когда-то Яаков наградил своих внуков Ифраима и Миноше. Всевышний, посылающий своего ангела, спасающего меня от всех бед, да благословит этих юношей и наречет их именем моим и именами моих отцов, Авраама и Ицхака. И да расплодятся они на земле, подобно рыбам в море. В этот день из Орона Кодиша вынимают три свитка Торы. Первый для прочтения повседневной, так сказать, недельной главы Торы, до самого конца ее. После чего все провозглашают Хазак, Хазак, Ванит Хазек. Крепитесь, крепитесь и мы будем крепкими. Затем вызывают жениха Торы, обычного человека, известного своими познаниями в Торы. И тогда, доводя чтение Торы до конца, причем вся община следует чтение стой. И не было более пророка в Израиле, подобного Моше, с которым Господь говорил лицом к лицу, совершившего подобное всеми знамением и чудесами, которые Всевышний послал его совершить в Египте для фараона и всех его слуг и для всей страны, подобное сильной руке и каждому диву великому, который совершил Моше на глазах всего Израиля. После возгласа Хазак, Хазак, Ванит Хазек, Тору поднимают и обращают по очереди во все стороны, чтобы осуществить слова Торы на глазах всего Израиля. Затем берут другой свиток и вызывают жениха сотворения, уважаемого всеми члена общины. Над головами тех, кто стоит на биме, разворачивают талит словно хупу и начинают читать Тору до самого начала, до окончания рассказа сотворения мира о Первой Субботе. В конце каждого из отрывков, посвященных отдельным дням творения, принято хором заканчивать. И был вечер, и было утро, день такой-то. Хакафот, как мы сказали, кружение вокруг бимы. Всем хат Тора в синагоге устраивает Хакафот. Семь обходов вокруг бимы. Из арона Кодыша вынимают все свитки Торы, которые имеются в синагоге. Хазан возглавляет шествие, держа в руках свиток Торы и громко распевая особые молитвы, сопровождающие Хакафот. В них выражается мольба ко Всевышнему услышать молитвы народа Израиля и послать ему помощь и успех во всех его делах. Дети тоже принимают участие в Хакафот. После каждого обхода бимы, все, кто находится в синагоге, танцуют, держа в руках свитки Торы. Мы любим и ценим веселье, дорогие друзья. А когда поводом для него служит Тора, это святое веселье. Перед началом Хакафот читают, тебе воочию показано, чтобы ты знал, что Господь он Бог, и нет никого, кроме него. Таким образом, вся осенняя праздничная символика, дорогие друзья, олицетворяет путь к полному исправлению, итогов которого становится восьмой день шмени Ацерет. После чего нам больше нечего исправлять. Ацерет на иврите означает остановку также. Завершение имеется в виду исправление. В ходе этого процесса я становлюсь добрым, хорошим, любеобвильным, который отдает людям, как творец. Обращая свое дурное начало в хорошее, позитивное, я прихожу в соответствии с ним. Человек, научившийся использовать Тору, имеет все причины для радости на праздник Симхат Тора. На протяжении года он прошел все, так сказать, оформление и привлекая на себя ее свет, возвращающий его к источнику. Этот свет воздействовал на него и исправлял его. И в итоге наступает радость Торы, когда весь он добр и исправлен. Этого я нам всем и желаю. Брахава слаха, радости и света, любви и добра. Хак Самея, ваш Равин Каплан. Субтитры создавал DimaTorzok